Вы работали по техническому университету? Я работаю по техническому университету и когда-то в 2011 году мы с коллегами создали черный пудрик. Мне сказали, что я могу приехать сюда буквально 10 дней назад. Поэтому я начал готовиться только 10 дней назад к этой лекции, а последние полтора года я не занимаюсь студенческим спортом. Поэтому, когда я начал изучать ситуацию, я понял, что все, что мы делали в те годы, уже всем известно. Вы все знаете, о чем я мог бы рассказать из своего опыта. Я не стал делать лекции такой же, как рассказать о том, что вы знаете. Я начал думать о том, чтобы я мог рассказать такого, что еще никто не рассказывал. И начал много думать о том, почему мы добились успеха, почему люди добиваются успеха. Как получилось так, что на нашем матче ходило много народу, почему нас споддерживают. И я пришел к некоторым идеям, о которых я вам как раз и расскажу вам. Я не знаю, действительно они сработают или нет, но мне кажется, что они сработают. Итак, давайте начнем. Мы все предполагаем, что мы знаем, почему мы делаем то, что мы делаем. Но мы не можем объяснить, почему у одних это получается лучше, а у других хуже. А некоторые добиваются таких успехов, что пробивают следующий уровень и выходят на следующую высоту. Берут эту планку и все остальные начинают подтягивать за ними. Например, компания Apple. У кого есть продукция компании Apple? Ну, значит, многие знакомые примерно понимают, что я буду говорить. Они декларировали свою идею про «мы думаем по-другому». Мы думаем по-другому, и поэтому в 2007 году я первый раз купил их телефон. И я купил его, потому что я тоже хотел, чтобы люди думали, что я думаю по-другому. Я купал их телефон и хотел всем демонстрировать, что я купил Apple, и я не такой, как все. Потому что в 2007 году ни у кого не было телефона Apple. Сейчас, в 2016 году, у каждого есть телефоны, особенно в Петербурге. Это уже стало смешным. У бабушек есть телефоны Apple, у девушек с большими губами есть Apple, у школьников есть Apple, у моих родителей есть Apple. Это перестало нести этот смысл, мы думаем по-другому. Поэтому в этом году я купил китайский телефон. Я изучил рынок, и я понял, что китайские телефоны стали лучше, чем Apple. Может быть, не лучше, но они стоят в 4 раза дешевле. И мне нравится. Я опять не такой, как все. Это я говорю к чему. У Apple в 2007 году были все те же самые условия, что у всех других компаний, которые производили телефоны. И вы еще вспомните, что у Apple не было телефонной компании Apple. Это компьютерная компания. Почему же они добились успеха? У них был тот же доступ к кадрам, тот же доступ к технологиям. У них был тот же доступ к рекламным агентствам. То есть, ну не знаю, компания Samsung могла нанять тех же маркетологов и рекламщиков и сделать такие же крутые рекламные сообщения. Но они же этого не сделали. У нас у всех есть примерно одинаковый доступ к ресурсам. К людям, к идеям, к знаниям. Но мы почему-то все по-разному выступаем. Давайте еще вспомним примеры. Времена королева, когда все строили ракету. Строили мы ракету и строили американцы ракету. Но почему-то мы добились успеха. Хотя у нас доступ к знаниям был даже, наверное, меньше. И доступ к деньгам был меньше. В Америке было больше денег. Они вкладывали в эту программу, но мы первым спустили человека в космос. То же самое можно сказать про братьев Райт. Братья Райт – это те, кто в 1903 году первыми в 17 декабря полетели на самолете. Тогда самолеты – это было как, ну не знаю, как 2000-е доткомы. Все хотели запустить самолет. Огромное количество людей работало над тем, чтобы полететь на самолете. Но полетели братья Райт. И так я вот все это одумывая понял и нашел потом литературу и утвердил свои мысли, что все успешные люди, все успешные компании, они все работают одинаково. И они отличаются от всех остальных компаний, которые работают не так хорошо. Они все думают, действуют и коммуницируют со своими потребителями, со своей аудиторией по-другому. И это, наверное, самая простая идея, которую вам рассказали на этих семинарах. Эта идея называется «Золотой круг». Мы все знаем, что мы делаем. Мы создаем спортивные команды. Мы делаем студенческие команды. Это вопрос «Что?». Некоторые из нас знают, как они это делают. То есть они понимают, что они делают. В других промышленностях это называется, например, патент или ноу-хау. И так они знают, как ответить на вопрос «Как?». Но очень мало компаний, очень мало людей и очень мало, я понимаю, из нас понимает или хотя бы рассказывают кому-то, почему они это делают. Или зачем. Большинство нашей коммуникации… Почему я говорю сейчас о коммуникации? Потому что вообще тема называется брендинг. Брендинг – это часть маркетинга, а маркетинг – это продвижение нашего товара. Соответственно, мы должны продвигать, общаясь с нашим потребителем. В данном случае у АСБ это свой потребитель, у студенческих команд другой потребитель, у ректора третий. Но все мы как бы делаем спортивные группы. И большинство из нас рассказывают о себе или рассказывают нашим потребителям. Идут вот по этому пути. Они идут внутрь. Они говорят, мы делаем студенческие спортивные команды, они хорошо выступают. И все, на этом все заканчивается. Люди не знают, почему мы это делаем. Успешные компании, такие как Apple, они говорят наоборот. Они идут «а почему?» и приходят к «что?» они делают. Причем результат «что?» – это просто выброс этих идей. Давайте пример приведу. Представляете, компания Apple говорит, мы делаем компьютеры. Они быстрые, красивые и очень удобные для использования. Так же говорят все остальные, которые выпускают на рынок. Они же говорят, каждый раз, когда мы что-то делаем, мы меняем статус «о». Мы делаем все так, как не делают все остальные. Мы делаем умные, красивые, удобные компьютеры. Это совсем другой подход. Вы совсем по-другому начинаете относиться к этому и покупаете. Причем не путайте смыслы. Почему это не деньги, это не победа в конкурсе. То есть мы делаем это, это результат. Мы делаем спортивные команды, что они побеждали, но и в некоторых случаях какие-то клубы зарабатывают деньги. Особенно большие спортивные клубы. Не путайте это. Мы должны давать людям… Давайте еще несколько примеров. Компания Dell. Многие из вас, может быть, видели мониторы Dell. Компания Dell пыталась в 2010 году запустить огромные жидкокристаллические экраны. Никто их не купил. Почему люди должны покупать что-то кристаллические экраны от компании, которая производит компьютеры? Правильно? Или еще одна компания Gateway. Она занимается сборкой системных блоков. Она очень популярна за границей. Они выпустили mp3 player. И опять люди спросили, почему мы должны покупать mp3 player у компании, которая собирает системные блоки. Они не продали ни одной штуки. Даже сейчас задумываюсь, почему я буду покупать музыкальный плеер от компании, которая производит компьютеры. Это забавно. Apple делает то же самое, потому что она идет по-другому. Мы готовы у них покупать все, что они не производят. Мы готовы покупать. Они производят компьютеры, mp3 player, они производят кристаллические экраны, они производят TV-тюнеры, и они все идут. От почему к что. Они говорят нам, что каждый человек, когда мы люди сопоставляем свое почему, почему мы покупаем, почему мы живем, почему тех организаций компаний и тех людей, с которыми мы коммуницируем. Если эти почему совпадают, мы работаем вместе. Если они не совпадают, совпадают только что, мы не можем работать вместе, мы не взаимодействуем. Мы не верим друг в другу, потому что мы верим в разные вещи. И самое-самое важное, что, наверное, я вам хочу сказать. Давайте я лучше ниже нарисую. Все, что я вам рассказываю, это не моя идея. Все, что я вам рассказываю, это биология. Биология, не психология. Человеческий мозг, если на него посмотреть в разрезе, смотрят сбоку, он выглядит примерно вот так. Есть несколько отделов головного мозга. Вот этот отдел, самый верхний, называется неокортекс. Этот отдел отвечает за рациональность, за язык, за понимание, за счет. Это то, что есть у нас и нет у большинства млекопитающих. Дальше идет лимбический мозг. Лимбический мозг отвечает за эмоции, за принятие решений. Мы все принимаем решения интуитивные. Есть такой подтвержденный опыт, у человека из-за какой-то головной травмы перестал работать лимбический мозг. Он не мог стоять с кровати. Он не мог стоять с кровати, потому что он постоянно просчитывал вероятности, стоит ли ему стоять с кровати или не стоит с кровати. Он думал, что он может погибнуть, он может стоять за машиной, еще что-то. И он не мог принять решение. Он взвешивал массу вариантов. Каждый раз, когда мы принимаем решение, мы принимаем его из-за своих чувств, своих эмоций. вы можете объяснить людям что вы делаете как вы делаете они поймут это они прекрасно они проанализируют да конечно спортивный клуб круто мы все вместе давайте делать но они вам не поверят потому что вы не воздействуете на их лимбический мозг вы не говорите для чего вы это делаете ваши убеждения вы не говорите им об этом учащимся я очень мало слышу и вижу в интернете рекламу когда у спортивных организации где люди действительно мы делаем это для того чтобы создать брат мы делаем для того чтобы все люди вокруг все студенты вокруг вели здоровый образ жизни об этом почти никто не говорит поэтому не покупаем поэтому вы заманите их на матчи киношками какими-то рекламными буклетами от кафетериев еще чего-то люди приходят только из этих кафетериев они берут эти билеты но как сейчас когда вы отменяете эти билеты они не приходят вот поэтому это не работает воздействует на этот очень вот эта часть мозга очень важно потому что она отвечает за доверие за лояльность если вы убедили людей вот на этом уровне они поверили вам они стали лояльны чтобы вы не делали баскетбольный клуб хоккейный футбольный они как они вам поверят они верят в то что они работают то есть скажем они будут поддерживать вас во всем что вы будете делать до тех пор пока то что вы делаете не будет резонировать будет резонировать со словом почему если оно перестанет если вы начнете говорить очень красивые и правдивые слова но делать будет совсем другое обманывать вы сразу потеряете лояльтик они почувствуют это диссонации что одно с другим давайте еще раз помним братья прайд представьте начало двадцатого века все хотят построить самолет есть сэмюэл лэнгли вы все о нем не слышали я уверен сэмюэл лэнгли это человек которому правительство сша дал 50 тысяч долларов потенциал нам огромное супер он работал в гарвардском университете и он точно должен был построить самолет все критерии успеха которые обычно мы говорим какие критерии успеха их очень просто найти обычно каждый раз когда человек проваливается не может что-то сделать проигрывает он говорит у меня не было денег у меня не было правильных людей и рынок был не готов общество было не готово к моему решению вот у лэнгли было все у него были деньги у него были люди доступ к лучшим мамам гарвард и вообще всем другим мамам и ситуация на рынке была идеальная все хотели получить самолет но у него ничего не получилось получилось у братьев райд братья райд работали в штате агаев это были два брата которые мечтали о том что если они изобретут самолет они перевернутся на голову вообще весь мир он станет другие люди смогут путешествовать быстрее у них был свой велосипедный магазин и прибыль от велосипедного магазина шла до строительства самолет ни у кого в команде братьев райд не было высшего образования даже самих братьев райд они делали это потому что они верили и люди которые помогали им в смысле их сотрудники они тоже хотели изменить мир и это очень важно сотрудники в ваших клубах они должны верить в то же во что и вы верите вы должны спрашивать не что ты умеешь делать а почему ты сюда пришел зачем ты здесь и если у вас это совпадает то они будут работать не за ваши деньги за ваши там бонусы какие-то там зачеты они будут работать с вами потому что они верят в то же самое они будут работать со слезами с потом беде в горе всегда будет с вами потому что они в это же верят они делают это не для вас для себя они хотят тоже изменить мир вместе с вами братья райд брали с собой на пляж там где они испытывали пытались лететь каждый раз пять 5 комплектов деталей, потому что за один день они падали 5 раз. Но они продолжали работать. И когда 17 декабря 1903 года они взлетели, никто не знал об этом. Весь мир узнал об этом через пару дней. И как только Samuel Lendley узнал об этом, он бросил. У него было столько ресурсов. Он мог приехать к ним и сказать, ребята, у вас классная идея. Давайте мы ее подхватим, дадим вам финансирование, поможем, привлечем и сделаем его лучше, продвинем его у всех. Он просто ушел. Почему? Потому что у него была другая мотивация. Он хотел стать известным, богатым. Но так как он не стал первым, он не стал известным, и он не стал богатым. Вот все, все очень просто. Еще раз, если вы говорите о том, почему вы это делаете, вы притягиваете таких же, как вы, людей. Почему это важно? Еще раз, почему это важно? С другой стороны. Есть такой закон «медление инноваций». Я думаю, что даже если вы о нем не слышали, то вы точно где-то видели эту кривую. Ну, наверное, все из вас. У нас в обществе есть где-то 2,5% инноваторов. У нас есть раннее большинство, позднее большинство. Ну и, как скажем, тугие. 16% именно тугие. Эти 16% стали покупать лампочки энергосберегающие, потому что лампочки с нити накаливания просто перестали продаваться. То есть они всегда поздно доходят до чего-то. Все мы в своей жизни, в разных областях, в разное время попадаем в разные эти категории. Но чтобы... Вообще в чем суть закона? Если вы убедили в том, что ваша идея правильная, и привлекли на свою сторону больше, чем 15% людей, это 2,5% и 13,5%, то вот эти все остальные купят ваш полу, последуют за вами. Но вот это раннее большинство никогда не будет приходить к вам на матчи, пока кто-то из адаптеров им не скажет, что нужно ходить, что это клево. Пойдемте со мной из общаги, не знаю. Пойдемте поболеем за наших. Поэтому, когда вы говорите, что мы крутые, у нас учатся 5000 человек, и на матчи ходят 50. Это херня. Как только вы перестанете давать рекламу, эти 50 перестанут. Эти 50, эти 2,5%, которые любят все новое, они... Вот эти люди, 15%, они принимают решения, им комфортно принимать решения на уровне лимбического мозга. Это их структура. Но это не во всех областях происходит. То есть, например, я хорошо отношусь к одного рода инновациям, но тот и к другим. Вы должны воздействовать на тех, кто восприимчив к этому общественному движению. И воздействовать можно далеко через лимбический мозг. Давайте еще несколько примеров, каких-то успешных и не успешных. Давайте с успешным примером. Я привожу иностранные примеры, во-первых, потому что, если говорить о российских примерах, то это может вызвать какие-то споры, потому что у всех разный взгляд. И плюс потому, что я готовился во многом по иностранной литературе, потому что российской я не нашел. Был такой Мартин Лютер Кинг. В Америке он боролся за права черных. Он хотел... То есть то, что мы увидели потом, это отмена сегрегации в Америке. То есть права темнокожего населения стали такими же, как белые. И в то время в Америке было огромное количество классных ораторов, которые говорили примерно то же самое. И на самом деле половина идей Мартин Лютер Кинга были немножко агрессивными. Но люди его поддержали. И они в декабре, они в августе 63-го года 250 тысяч человек, это огромное количество людей, все пришли на площадь в Вашингтоне. Тогда не было сайта, на который можно зайти и проверить дату. Тогда не было смс-рассылок, ничего. Люди просто пришли. Почему? Потому что Мартин Лютер Кинг постоянно говорил, у меня есть мечта, я верю. И он говорил о том, что законы ну как бы, так он говорил Бога, но мы можем сказать, общечеловеческие законы не могут отличаться от законов, которые придумывает правительство. И вот это движение за права темнокожего населения, они просто помогли его вот это верование, в то, что законы моральные не могут отличаться от законов государственных, дали им возможность рассказать об этом. И все эти люди пришли не ради этой демонстрации, не ради Мартина Лютера Кинга, чтобы его послушать. Они все верили в то же самое. Они пришли ради себя, чтобы продемонстрировать, что они верят в то же самое. И он, он толкнул знаменитую речь I have a dream. Сейчас была песня по всем центральным каналам, замиксовали эту, I have a dream. Ну в общем неважно, они замиксовали эту песню. Он не сказал, у меня есть план из 12 пунктов. Я знаю, что делать. Никто бы не пришел. Мы постоянно от наших сейчас политиков знаем. У нас есть программа по выходу из кризиса. Ну и что? И кто-то верит? Никто не верит. Никто не обращается к нашему внутреннему. Почему? Почему все люди говорят, у нас нет национальной идеи, нам нужна национальная идея? Потому что они хотят понять, ради чего все мы вокруг работаем. Какая наша общая, что нас объединяет, по что нам все верят. Почему все так жажут этой национальной идеи? Потому что нужен какой-то сплачивающий фактор. И вот я считаю, моя идея может быть неправильная. Я считаю, что работа спорта, студенческого, она должна ориентироваться на то, чтобы сплачивать людей в братство. Чтобы объединять людей в университете вокруг спортивной составляющей. Студенческий спорт это должна быть объединяющей идеей. И если вы принимаете все свои решения в клубе, ориентируясь на то, что мы все едины, мы братство, то каждый раз, когда ваш игрок отвратительно себя ведет под отношение к команде, не уважает ее, как бы хорошо он ни играл, вы выгоняете его из команды. Потому что он разрушает братство. Каждый раз между братством и спортивным успехом вы выбираете братство, потому что в долгосрочной перспективе это важнее. Потому что если вы оставите его в команде, люди перестанут верить в то, что вы это делаете ради того, чтобы создать общность. У этой общности может быть какой-то целый ряд правил, которые вы должны точно так же, как и то, что вы делаете в общности, декларировать всем остальным. Вы должны об этом говорить. Мы должны быть, не знаю, честными, трудолюбивыми, смелыми. И вот по этим признакам это братство будет формироваться. Как только человек вам приходит на работу, вы ему начинаете говорить о вот этих вещах, а он говорит, а сколько я буду получать, вам не нужен какой человек. Как только вы перестанете ему платить деньги, он уйдет от вас. Он не верит в то же самое, что и вы. Вероника Цивоник. Она сумасшедшая, она помешанная в физическом спорте. Если Леша перестанет ей платить деньги, она все равно будет работать. Вот таких людей надо искать. Понимаете, находите их, вытаскивайте и ни за что не отпускайте. Если вы сами не будете следовать своим принципам, люди сразу от вас уйдут, потому что они это делают не ради вас, они делают это ради того, что у вас с ними одна и та же мечта. Сейчас моя речь пойдет менее связанная, потому что я берегу к каким-то конкретным примерам, разным всяким мыслям, которые у меня появились за время, пока я здесь был, и пока 10 дней у меня все было, чтобы это все обумывать. Мне кажется, что самое важное – это человеческие отношения. Об этом вчера очень много говорил Гобинский. Многие из вас были на его лекции вчера. Почти, наверное, 50% времени, может быть и больше, он говорил о человеческих взаимоотношениях. В команде, в семье. Он рассказывал интересные истории, которые случились во время его спортивной карьеры. Это то, что люди запоминают, то, что люди уносят из университета, когда уходят из этой спортивной истории. Вот об этом, об этих спортивных историях, об этих традициях, если они у вас уже есть, если клуб давно существует в команде, нужно всем говорить. Нужно постоянно рассказывать, что были ярчайшие примеры. Вчера примерно говорил то же самое. Если у вас есть опытные игроки, которые несут традиции, которые являются частью братства, то чтобы новые игроки стали частью братства, они должны принять их семью. Объяснить им это. И понимаете, не все люди сразу поймут. Я понимаю, что не все настроены на эту волну. А вам не нужны все. Вам нужно 18%. Остальные люди просто последуют. Поэтому все вот эти заманухи на матче, разыгрывания футбола. Я не знаю. Еще что-то. Люди придут, только заберут толстовку, и они больше никогда не появятся. Потому что им нужна была толстовка. Им не нужен был ваш ученический спорт. Понимаете? Им просто было холодно. Или им нечего носить. Я не знаю. У них какой-то другой был мотив движущий. Многие забывают. Каждый раз, когда мы что-то здесь обсуждали, люди толкались от чего-то другого. Как повысить посещание? Как продать больше свинины продукции? Как зайти на телевидение? Как продать рекламу? Если вы придете к человеку, который ответственный за рекламу, объясните ему, что вы хотите создать большую общность, например, я из политехников политехников, чтобы у каждого политехника оставались одинаковые воспоминания, одинаковые мысли о каком-то периоде его жизни, то если этот человек точно так же искренне верит в то, что выпускники политехника должны помогать друг другу, он вам даст эту рекламу. Он формально спросит, какие у вас рекламные возможности, вы ему что-то подсунете, он что-то посмотрит, но на самом деле ему не нужны ваши главные возможности, у вас они пока очень маленькие. Поэтому он поможет вам, потому что он верит в то, что вы верите. Рассказывайте, начинайте с этого хотя бы. И очень важно, вы можете придумать самую классную идею в мире, почему вы это делаете, но если вы сами в это не верите и постоянно сами себя опровергаете, то у вас лучше не получится. Я начал повторяться, давайте к дискуссии перейдем. Спасибо. Может быть есть какие-то вопросы? Может я плохо объяснил что ли? Спасибо. Пожалуйста. У меня внутреннее чувство, и Сергей Владимирович вчера мне подтвердил, что он пришел примерно к такому же выводу, что успех американского спорта основан на том, что они коммерционализируют вот это чувство людей, желание людей принадлежать чему-то большему, чем они сами. Кстати, на самом деле, сейчас я отвечу на вопрос, у меня огромный кусок, я вам сейчас еще кое-что расскажу. Поэтому вам нужно именно продвигать идею целостности. Вы делаете эту спортивную команду для того, чтобы весь университет сплотился вокруг вас, вокруг этой команды или нескольких команд. Поэтому так важно, мне кажется, сделать выбор в каждом УЗИ и выбрать 2, максимум 3 команды, потому что люди очень с трудом концентрируются на 70 видах спорта. Им тяжело, они не понимают, куда бежать, за кого болеть, за кого. У нас на неделе 17 мероприятий, но они не успевают. У них размазывается. Дайте им 3 команды. Поддерживайте и делайте матчи в наступлении. Говорите о том, что без вас мы не сможем, нам нужна ваша поддержка. Мы создаем общество. Поддержите нас. Еще как-то. Эти люди начнут помогать вам по-разному. Кто-то будет рассказывать своим друзьям о том, что вы говорите, почему вы это делаете. Они не будут говорить, какой классный матч. Они будут говорить, что там так классно было, там было столько народу, такая атмосфера. Я почувствовал какое-то единение. Я был частью чего-то больше. Почему Барселона такая популярная? Потому что это один из немногих клубов, которым управляют все жители Барселоны и не только Барселона. То есть там нет владельцев. Там каждому члену клуба Барселоны лежит маленький кусочек. Они все голосуют за президента. И он течение 5 лет управляет. То есть там нет Газпрома, который что-то покупает. Они все общность. Поэтому 90 тысяч человек приходят на их матч. Потому что они чувствуют, что они часть этого всего. Да, кое-что вспомнил. Мы когда начинали делать клуб, мы начинали, наверное, как большинство людей начинают новые дела. Это была маленькая группа основателей, которая знала, что они делают и почему мы это делаем. Мы, честно, очень редко это декларировали. Мы понимали это, но говорили в публичных выступлениях другим людям не так часто, как и должно было быть. Потому что тогда я не знал этого. И наше, ну это время, а это пусть, например, не знаю, количество людей вас поддерживающих. У нас что и почему шли параллельно? Чем больше мы, чем больше людей как бы... Нет, чем глубже было это чувство братства, почему, да? Тем больше людей приходило на матч. Тем больше людей нас поддерживали, тем больше людей покупало толстовки. Они шли параллельно. Потом в какой-то момент, когда ВУЗ, какие-то другие организации стали нам навязывать идеи о том, что мы работаем ради самого спорта, у нас пошли успехи в плане того, что мы начали набирать больше команд в клуб. Мы стали лучше выступать. И у нас вот это вот что пошло вверх. Но из-за того, что наши идеи транслировались через людей, которые уже не были основателями и которые не до конца помнили эту идею, а они транслировали эту идею дальше и дальше и дальше, идея размазывалась. И вот это вот внутреннее чувство братства, оно переставало расти. И вот в этот момент начался разрыв. То есть мы начали самих себя терять. И основатели потихоньку начали уходить. Вот те, кто были с нами с самого начала, они начали чувствовать, что что-то по-другому. Когда вы начинаете чувствовать, что вы больше концентрировались на том, чтобы выиграть Лика Белова, нежели над тем, чтобы создать братство внутри вуза, у вас все сломается. Серьезно, я абсолютно на этом уверен. То же самое примерно происходило, наверное, после 1945 года с нашим величайшим поколением, которое пережило революцию, потом пережило НЭП, потом пережило всякий 37-й год со Сталином, а потом 41-й, 45-й и 2-ю мировую войну. Они все были едины, потому что у них была одна проблема, одна беда, они все объединились. Потом, когда этот сложный период закончился, начались 50-е, все эти люди отдали всю свою лояльность, которую они проявляли все вместе. Они отдали государству каким-то фабрикам, заводам. Поэтому в 50-е годы, в принципе, был основан этот потенциал Советского Союза, который потом расстратился. Потому что следующие поколения, у них уже не было этого объединяющего порыва. Это не советская идея была, не идея коммунизма. Мне кажется, что это объединяющий фактор, который они пережили в 1945 году. И чем дальше мы уходили от этой точки, тем шире мы эти две кривые расходились, и в 1991 году произошло то, что произошло. У нас не было настоящей объединяющей, скрепляющей идеи, какой-то политики, в которую люди хотели поверить и идти за этой политикой. Поэтому социальные сети плохо работали. Потому что был такой эксперимент, очень неэтичный. Ученые хотели понять, почему люди, которые были фашистами, мучили и убивали огромное количество людей в лагерях. Большинство преступников отвечало, потому что им приказали. И ученые решили провести эксперимент. Они пригласили добровольцев, которые выполняли роль учителя. И они пригласили еще одного человека, который для этого добровольца был как будто тоже добровольцем, но на самом деле это был еще один учет, он притворялся. И он играл роль студента. Его посадили в комнату, подсоединили к нему электроды. Учителю дали кнопку и такой, как бы, зуммер, который увеличивал подачу округа. Начиналось сустав с маленького удара и потихоньку увеличилось, пока не превращалось в смертельный удар. Единственный удар, который на самом деле произошел, это в самом начале, вот этот маленький удар, чтобы учитель почувствовал, ну, как больно на самом деле. И вот он должен был задавать вопросы, если ученик отвечал неправильно, то происходил удар. Люди, ну, то есть добровольцы задавали вопросы, этот человек, который подставной отвечал по-разному, то правильно, то неправильно, и потихоньку зуммер увеличился, и его било топ. И когда люди начинали видеть, что ему больно, они начинали говорить, что мы не хотим продолжать эксперимент, но ученые, которые вокруг стояли, говорили, нет, эксперимент должен продолжаться. И многие шли достаточно далеко, но если они видели человека, то они могли продолжать намного меньше, то есть они все равно отказывались. Если они могли слышать человека, то они могли чуть дольше это делать, а если они могли не видеть и слышать этого человека, на котором они как бы измываются, то они почти сразу отказывались. Вот то же самое, это вот то, как мы работаем. То есть, чтобы у нас возникло чувство доверия друг к другу, доверия аудитории к вам, вы должны с этой аудиторией общаться лично, они должны вас видеть. Доверие – это чувство. Не надо его путать с обязательностью. То есть, если человек сказал, я сделаю вот это, вот это, вот это, здесь и ты, и он это сделал, у вас не возникло к нему доверия. Вы просто знаете, что он обязательный. Доверие возникает, когда вы давно с ним общаетесь и понимаете, что он мыслит так же, как вы. Вот что доверие. Неужели у вас нет таких вот случаев в жизни, когда есть люди, которые вроде бы со стороны кажутся идеальными, но вы думаете, что вот что-то не так, он по-любому меня скоро подставит. У меня это в кучи раз такое в жизни было. А есть люди, которые постоянно меня подставляли и выполняли свои обещания две-н-две-две. Я знаю, что они в критический момент, они никогда не подвлекутся. Вот это доверие. Еще один пример, тоже, чтобы вы как-то глубже поняли мою идею. Вы договариваетесь с чем-то отчетно с человеком. И в конце ему говорите, давай пожмем руки. А он говорит, не, я не буду жать твою руку. Ты говоришь, ну как, мы все договорились, мы договорились, все по пунктам, подписались. Давай пожмем руки. Он говорит, я не буду жать твою руку. У вас возникает какое-то внутреннее ощущение, что что-то не так. И если вы даже согласитесь и все-таки закончите сделку, то у вас будет какое-то внутреннее ощущение, что что-то не так. Нам нужен личный контакт, нам нужен взгляд глаза в глаза. Поэтому лидеры, которые ведут эти команды, они должны постоянно быть с аудиторией. Они должны постоянно рассказывать, со всеми встречаться. Делать это через своих помощников в последовательстве. Нельзя уходить в интернет, нельзя реформировать все через социальные сети. Компьютер не работает так. У людей происходит подмена понятий. То есть там рабочий стол, это раньше было инфонтально, сейчас это вертикально. То есть там папка, это вот значок электронный, который на экране, как будто на самом деле папка это бумажный. Это просто веселые штуки, да? Но на самом деле сейчас мы начали говорить, мы ведем диалог в WhatsApp. Это не диалог. Понимаете? И много таких примеров, мы должны лично общаться. Это очень важно. Вот именно там появляется доверие и лояльность. Вот теперь точно. Спасибо. Спасибо. У нас была неплохая банда в 2011-2013 году. У нас была такая, мы до сих пор все общаемся, у нас очень теплые воспоминания, встречаешь людей там. Мне немножко стыдно перед ними, чтобы как бы все закончилось. Но у них только самые теплые чувства. И мне, с одной стороны, неловко, что я вредом, а с другой стороны, я не могу ничего сделать. То есть, кто насильно вил, не будешь. Понимаете, если у, например, у руководства нет такой же идеи, такого же понимания, то вы с ними не сойдете. Если они это делают для галочки, то вот все ваши эти объяснения про то, что просто, про то, что нужно тратить на продвижение денег, что нужно об этом всем говорить, что нельзя работать ради спортивных результатов, они не понимают вас. Им нужен результат. Первое место. Хоть умри. Наймем, строим вуз 30 человек, которые никогда не ходят на пары, будем поставить им зачеты, но зато мы выиграем. А какой смысл? Ну вот серьезно, подумайте, зачем вузы вкладывать деньги в студенческий спорт? Чтобы студенты были здоровыми? Полная... Нет, ну вот, представляете, ректор, например, ректор понял то, что вот эту идею, но она ему не нравится, и он понимает, что не хочет им праздник. Ему за это ничего не будет. Ну, у него будут сборные, ну там, как они будут там, 17 место выступать. Люди не по этому вуз поступают, чаще всего. Ну, не потому, что команда заняла первое место. Вы когда поступали в вуз, вы кто-нибудь спрашивал, а какое место занимает на спецбольных группах? Да не, всем насрать. Недавно проводили опрос, почему люди поступают в те вузы, которые поступают. Самый первый популярный ответ, потому что он движется в свой дом. Понимаете? Поэтому, если честно, я не понимаю, зачем вообще сейчас, зачем вообще платят деньги в студенческий спорт, ну, большие деньги. Не в смысле, там, пару секций, там, и никакие командировки, просто тренируются ребята спорные, там, зачем? Ну, по факту, никакого куклы на выходе нет. Ну, то есть, ну, все, кто тусуется в спортивном мире, знают, что Али первый, там, вторый Аль, ничего. Ну, что от этого? Ничего. Я вообще считаю, что когда нужно перестать с этим задиматься, в плане вуза, зачем тебе не дать? Лучше давайте пробирки, у нас в химлаборатории реактивных хватает. Ну, у нас хватает, ладно, на кого-то хватает. Да. 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 Очень хорошо, что пересекается тема стилисовского спорта с социальным воспитанием. Я бы хотел услышать два твоего прогноза, активистический и пессимистический, на период, например, 15-20 лет, чтобы, то есть, или сообщество, может быть, даже не допустимые гости, а не студенческие, но больше не допустимые социальные направленности в стране. Социальная направленность в стране? Да. В Крыму в чатах. Ну, это горячий вопрос, умея записывать на камеру, потом предъявят обвинение в астремизме, поэтому... Ну, там же будет астремизм, если я и не астремизм. Да, ладно, давайте... Мы можем приостановить астремизм. Нет, нет, давайте... Ладно, мне не страшно, но я думаю, что я ничего такого не скажу. Давайте начнем с пессимистического. В студенческом спорте. Мы будем продолжать гнаться с результатами, чтобы создавать впечатление, что у нас великий студенческий спорт. Но по выходу будет оставаться только впечатление, что у нас великий студенческий спорт. И ничего не будет происходить. Будет перетекание из одной плыми в другое. Как только мы пытаемся забюридортизировать процесс, делать его ради результатов, ради показателей, он сразу начинает разваливаться. И единственное, что остается, это платить бабки, чтобы люди, которые нигде в других местах работать не могут, получали деньги в студенческом спорте. Потому что нигде больше не взять. Это самая грустная ситуация. Ну и то же самое в стране. Я чувствую, мне кажется, что градус недоверия людей к власти, он потихоньку повышается. Потому что после эйфории Крым наш, ничего дальше не произошло. То есть власть говорит по телевизору одно, а на самом деле происходит немножко другое. И потихоньку холодильник начинает выигрывать у телевизора. И если, ну у нас вроде, мне кажется, правительство умеет реакционно действовать тактически. То есть когда совсем люди начнут прям активно проявлять недовольство, что-то будет сделано. Успеют ли они погасить пожар, или не успеют, я не знаю. Успеют ли они оптимистический? Оптимистический. Появится какой-то патрон студенческого спорта, который верит в то же самое, про что я сейчас говорил. И понимает, что чем меньше они будут смешиваться, тем лучше будет развиваться студенческий спорт. И если этот патрон будет достаточно влиятельный и сможет отбиваться от всех, кто мешает развивать в этом русском спорт, то я думаю, что с студенческим спортом все будет отлично. Если говорить о государстве, у меня нет оптимистического прогноза. Есть просто плохой прогноз и такой, как есть. То есть мы как бы либо будем жить и так сойдет, либо будет плохо совсем. Но я надеюсь, что все-таки будет и так сойдет, потому что я не хочу быть участником еще одной кровавой революции, честно. И я не вижу... То есть то выхолощивание элит, которое произошло в нашей стране, когда большинство самых умных людей, которые действительно были родинолюбами, я не использую слово патриотизм, потому что оно так приобрело, как сейчас другой окрас, те, которые были родинолюбами, которые понимали, что такое действительно служение атичеству, их мало осталось. И становится все меньше, их вытесняют, их система выталкивает. Потому что система, еще раз работая по этому закону, оставляет вокруг себя только тех, кто думает точно так же, как о них, у которых та же мотивация. А у нас большинство, мне кажется, кто принимает решение, мотивация все-таки не родинолюбия. Поэтому родинолюбов выталкивает. И на кого одно смеется на другое, я не знаю. Я не хочу делать прогнозы, потому что я условно, я электроэнергетикой. Я хочу заниматься электроэнергетикой, делать это хорошо, по возможности. И хочу, чтобы врачи меня лечили, политики занимались политикой, студенческие организаторы занимались студенческими организаторами, и все делали свою работу. Потому что самая большая проблема, что все занимаются не тем, чем они, по идее, могут или должны заниматься. Они занимаются чем угодно другим, но только не этим. Поэтому у нас как бы врачи, таксисты, там, я не знаю, строители, бывшие школьные учителя. Вот такая какая-то... Антон, Казань, нам тут раздавали историю про человек, который ездил в Германию на практику, сделал там все очень быстро и разочаровался, я так понимаю, это история про вас, да? И вот у меня такой вопрос, то есть когда вы создавали бренд «Черные медведи», как на это отреагировало начальство? Как вам удалось? Вот я там читал, 900-800 человек, кто сходил на каждый матч, да? Не, не на каждый, не говорили. То есть как вам удалось, вот вы говорите, что нужно с людьми разговаривать, что вы им говорили, какие у вас были лозунги, и также еще такой вопрос, каково было давление со стороны, типа «нет, это стрём, это не зайдет», и как вы на это отвечали? И большое ли было давление? На первый вопрос, как мы это сделали, мне кажется, был эффект неожиданности. То есть в 2011 году те, кто с тех пор работает, не дадут соврать, и мне кажется, всем было до фиги, короче. Мы, ну как в этой истории, если вы читали рассказы, был организован, отлично организован концерт, группы, группы политехнического университета, рассчитывали на то, что придет тысяча человек, сделали идеальную главную компанию, обещали больше всего, пришло 150 человек. Я в тот момент работал в маркетинг-компании, и я понял, ну то есть у меня было прям, прям горело все, нагляд того, что люди плюют на своих однокурсников, одногруппников, не выказывают им никакого уважения, продолжают сидеть в общежитии за компьютером, вместо того, чтобы прийти и послушать концерт, бесплатный концерт, который организован на самом высоком уровне. Я начал думать, что же не так, что мы делаем, почему люди не ходят, и понял, что нет этой принадлежности группы. Людям все равно на всех остальных людей, нет братства. Они не поддерживают другу, не ставят плечом плечом другу. Я в тот момент работал в маркетинг-компании, и вот как-то читая какую-то литературу, еще что-то, я понял, что нужна принадлежность группы, этот братств. И эту принадлежность группы, я решил, что надо начать с создания талисмана, потому что тогда это все было интуитивно, я просто смотрел на то, что делается за границей, то, что читал в маркетинге, то, чего нет у нас, и вот пришла эта идея. Мы начали печатать этот талисман на сувенирные продукции, его начали активно покупать, и мы поняли, что нужно какое-то дальше продвижение, и поняли, что объединиться люди могут вокруг спортивной команды. Как объединяются вокруг Зенита, как объединяются вокруг Барселоны, как объединяются в Америке группы с кембольных команд, когда приходит 14 тысяч человек. Вот мы подумали, что давайте делать это через спорт. Так как у меня подо мной, по-моему, жил хоккеист, который постоянно мне рассказывал, что они играют в 7 утра, и в шестером против 30 человек, и на них никто не ходит, и тренера у них нет, я подумал, а что не хоккей? Тогда я не знал, что хоккей – это самый дорогой вид студенческого спорта, и с дуром и ринулись на хоккей. У нас в УЗИ есть такой же, немножко помешанный на вот этом политехническом братстве проектор, который случайно, опять же, узнал, это все, вот стечение обстоятельств, узнавший про эту историю. Я просто с ним еще взаимодействовал, когда он не был проректором, а я еще был младшекурсником, я не помню, мы организовывали встречи выпускников нашего факультета с возникими выпускниками. И он был одним из инициаторов этой истории. Эти встречи, в принципе, тоже формируют братство. То он эту идею сразу почувствовал, хотя на самом деле, по-моему, в прямую, а нет, мы в прямую как раз это обсуждали. И он сказал, что я, ну то есть, как бы, почему вы платите за лед, давайте ВУЗ будет платить за лед. ВУЗ начал платить за лед, мы нашли тренера, которому точно так же мы объяснили, что вот мы хотим сделать такое вот движение, что все покруто. Он продвинутый, ну там, в принципе, ответный рионер, он сказал, хорошо, в итоге он начал помогать нам со льдом, бесплатно тренировать команду. То есть мы как раз собирали людей, которые думали примерно точно так же, как мы. Кому-то мы об этом говорили, кто-то, мне кажется, чувствовал это как по-другому, но вот мы собирали, собирали, собирали. А потом в какой-то момент мы ушли от идеи братства к идее экспансии и жильда. Под собственными какими-то мыслями, под влиянием окружающей среды. И вот это произошло разветвление, мы забыли о том, о чем это дело. Мы начали принимать не те решения и все, пошли и поехали. А второй вопрос? А раздавление? Ну, люди всегда плохо воспринимают перемены, поэтому, что бы мы ни делали, какой политический шаг встречался сначала в штуке и через пару месяцев люди говорили, мощный, круто, давайте, мы тоже так хотим. Ну, то есть это вот эти запозда... Это раннее и позднее большинство, которые... Ну да, да. Которые... Вы нас пугаете, нам это не нужно, зачем это нам? Мы не хотим. И так все работает. Сэр. Можно взять 3-5. Ну, у нас создание образа. Нет, давай либо 3, либо 5. Я не знаю. Нет, зачем ему за жизнь? Тебе нужно только в плане спорта сойти с ним. Он может, я не знаю, быть мужелюбом, но это не помешает ему относиться к спорту так же, как ты. Или там. И еще что-то такое. А мужелюбой, это ласковый. Да, это ласковый. Не, ну все люди разные, я никого не осуществляю. Знаете, я тут выписывался, какие-то идеи. Вы знаете, мне кажется, те принципы, которые Браслый должны соблюдать, те, которые вы должны людям нести, это... Я не буду писать, они простые. Это... Понимание ценностей. Ну, то есть, основное, это чтобы люди понимали ценности ваши. И это стерили. Просто надо написать. То есть цель и спорт. А, хорошо. Да, я понял. Второе. Нужно написать вот эти основные ценности. Выписать их. Сформулировать в виде клятвы, предложения, пяти слов, как угодно. Чтобы об этом все знали. Чтобы эти ценности ассоциировались с вами и с вашим другом. Они могут быть такие, которые вы считаете нужным. Те, которые... Которые вы сами разделяете, разделяются в ваших командах. А потом, мне кажется, что нужно создать бренд. Какой бренд, какого качества, это не так важно. Ну, важно, потому что вы, если вы ценности декларируете, например, что вы, я не знаю, делаете все на самом высоком уровне, то плохой бренд нельзя делать. Но если... Хорошо. Если в Магитагорске нет запроса на красоту, если есть запрос на красоту, вы должны сделать красивый бренд. И этот бренд служит только для того, чтобы те люди, которые верят в то, что ты веришь в насилие и колодежды, и всем демонстрировали, так как все знают ваши ценности, что они придерживаются этих же ценностей. Если игрок или там какой-то член клуба официально прелюбный, да, позорит эту историю, его надо догонять из клуба. Должно быть наказание. Порицание. Точно так же нужно рассказывать об успешных, об истории. Надо давать пример. Улыбающийся баскетболист, там, делающий не на показуху что-то, а вот искренне что-то делающий ради вуза, ради своих товарищей, ради своих партнеров, ради болельщиков. Почему мы так любим футболистов или хоккеистов, которые общаются с болельщиками? Потому что мы чувствуем, что они с нами, они одно целое. А есть, которые просто в забавки играют, и мы большинство их ненавидим. Одному предложили в другом клубе больше денег, он туда перешел, все, его все ненавидим. Почему? Потому что он ради денег, а мы думали, потому что любишь. Итак, да, определиться с ценностями, создать бренд от того, чтобы отделить одно от других. Никогда не нарушать самому эти правила, когда ты что-то делаешь. То есть, когда ты идешь от почему к что, нельзя, чтобы эта связь нарушалась. Нельзя, чтобы ты делал по одной причине, а на выходе получалось совсем другое. Потому что люди понимают, да? Это третий. Нельзя ни в коем случае в команду свою брать людей, которые так не думают. Это вообще край. Ведь от этих, если даже и случайно они попали, нужно отбрасывать те самые паршивые опции. Они все испортят. То есть человек, например, наделенный какими-то полномочиями твоего клуба, приходит на спортивную гадьбу, в какую-то спортивную организацию, начинает там двери ногами открывать, проявлять неуважение. Все, у вас вообще просто, ваш весь имидж рушится мгновенно. То есть, как только вы делаете, вы ошибаетесь в этом компоненте, ваш имидж отбрасывает далеко назад. Потом это требуется много месяцев, чтобы доказать людям, что это была случайность. Что этот человек больше с вами не работает. Если честно, я выдавливаю с пальца, я не знаю, пятый, не назову, наверное. Домашнее задание. Домашнее задание. Как бы считать, а можно было бы что-то сделать по другому? Или стоит этот вопрос? Мы преграды, и не искать, что я не так. Я не знаю, я занимаюсь. Мог бы, естественно, что по-другому? Мы сами аж допустили эту ошибку. У нас разошлось что и почему. Мы вначале были молодцы, а потом стали не молодцы. Я стал больше проводить времени в Москве на совещаниях, чем общаясь со своими людьми. И все пошло наперекосяк. Есть люди, которые наши вожди. Это те люди, которые официально наделены властью, руководители. А есть те люди, которые ведут нас, лидеры. Вот это разница большая. Даже в команде есть официальный капитан, который лучше всех знает правила. А есть и формальный лидер, который всех подбадривает, всех сплачивает. И несет этот свет братства и единства в команде. Не дает разделиться команде на несколько групп каких-то или людей. Почему у нас все не пошло и почему все? Вот потому что наверное вот это. Если бы я продолжал оставаться здесь и постоянно работать именно на братство, то нас бы не свалили. Ну то есть не смогли бы. Хотя опять же понимаете, есть вот эта вот высшая история, например, в вузе, ректор. Если вот ректор вот просто захочет закрыть, он закроет. Вы можете уйти в подполье, но тогда, понимаете, у вас будет типа своя баскетбольная команда, которая состоит из студентов вашего вуза, но официально ее не представляет. И единственное, что вы можете сделать, это пойти выше ректора, там попытаться какую-то партию закрутить. Но, понимаете, если начиная от ректора и выше все не хотят, то это просто будет подполье какое-то. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.